Всемирный боксерский совет WBC обязал Дуантеи Уайлдера и британца Тайсона Фьюри провести реванш. Об этом в своем твиттере написал редактор спортивного сайта Телк Спорт Майкл Бенсон. WBC только что официально обязала Дуантеи Уайлдера и британца Тайсона Фьюри провести реванш. Если стороны не придут к соглашению, 5 февраля будет разделение 60 на 40 в пользу Уайлдера. Редактор американского сайта World Boxing News Фил Джей назвал казахстанского средневеса Мирима Нурсултанова преемником Геннадия Головкина. Я видел последний бой Мирима Нурсултанова. У этого парня есть хорошие данные. Он неплохо контролировал весь бой, а нокаут получился очень эффектным. Парень чувствует себя уверенно, у него прекрасный возраст и есть великолепные перспективы. Не зря Климас считает его одним из самых лучших приобретений. Вообще Климас известен тем, что умеет раскрывать новые таланты. Перед Нурсултановым открываются хорошие пути. После того, как Головкин завершит карьеру, он сможет блистать в этом весе. Промоутер Василий Ломаченко Бопарум заявил, что украинский боксер проведет поединок с британцем Энтони Кроллой. Однако этот бой не будет для Ломаченко следующим. По словам Арума, 12 апреля в Лос-Анджелесе Василий должен встретиться на ринге со чемпионом IBF легкой категории. Пояс легкого веса IBF сейчас вакантен. 2 февраля его оспорят Ричард Коми и Иса Чинеев. В феврале этого года Ричард Коми и Иса Чинеев разыграют вакантный титул IBF. Оба бойца еще в прошлом году подписали контракт на бой с Василием в случае своей победы. Если Ломаченко возьмет третий титул в легком весе, летом он встретится в Лондоне или в другом британском городе с Энтони Кроллой. Лома очень хочет подраться в Великобритании. Журналист западного Teleksport.com Майкл Бенсон на своей странице в социальной сети опубликал информацию о восстановлении британца Билли Джо Сондерса в рейтинг Всемирного боксерского совета WBC. Билли Джо Сондерс был установлен на пятое место в рейтинге WBC в среднем весе. Они стали первыми, кто вернул его в рейтинг после того, как он оставил свой титул WBO в прошлом году. Текущий чемпион WBC канала Альварес. Жена Адониса Стивенсона, Симона Готт, впервые откровенно рассказала о том, что происходило с ее супругом после нокаута в чемпионском бою с Александром Гвоздиком, сообщает Обозрыватель.ком. Девушка призналась, что не могла поверить славу врачей. «Я сидела в первых рядах и могла видеть, что он сильно пострадал. Я знала, что все идет плохо и, возможно, мы должны были ехать в больницу. С самого начала нам говорили, что дела идут плохо. Врачи сказали, что мозг Адониса отмирал. Я не могла поверить, что он мертв. Это не вписывалось в мою голову». Она также отметила, что всегда верила в то, что Стивенсон сможет прийти в себя. «Я никогда не теряла надежду, потому что у меня с Адонисом особое отношение. Я никогда не теряла надежду, даже если некоторые люди вокруг ее потеряли». Флойд Майвезер 19 января постит поединок Мэнни Пакео и Эдран Бронер. Пакео и Майвезер за минувший год несколько раз пересекались на различных спортивных мероприятиях, а однажды даже договорились о реванше. Возможно, Флойд Майвезер хочет просто насладиться хорошим поединком, но не стоит отрицать возможность кого-либо громкого анонса после субботнего боя. Не пропустите. Один из самых зрелищных легковецов UFC, Джастин Гейджи, согласно информации известного журналиста ESPN Брэда Акамото, может провести свой следующий бой с Эдсеном Барбозой. Этот бой может состояться 30 марта в Филадельфии. На турнире UFC он ESPN 2. С его слов, сделка еще не завершена, но переговоры уже ведутся, и вероятность этого события высока. Также бывший чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис проведет поединок со Стивеном Томпсоном. Он состоится 23 марта. На турнире UFC в Нэшвилле, сообщает ESPN. Этот поединок станет дебютом для Петтиса в полсреднем весе UFC. А на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса ММА. Всем удачного дня и увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok